Привет! Ты смотришь Тойстер, как бы странно это не звучало. На моём канале было огромное множество роликов о машинках Hot Wheels. Но это знаете, это про этих там, про запад. Наших, патриотичных, отечественных машинок у меня ещё ни разу не было. Поэтому я пошёл и купил именно их. У меня здесь как большие, так и маленькие модели. У меня здесь есть парочка УАЗиков. У меня здесь есть какая-то Лада Калина. В смысле не какая-то, а Лада Калина. Хотел сказать, какая-то Лада. У меня здесь есть вот такая вот Волга ГАЗ-13. И есть вот такая вот Волга ГАЗ-21. Я постарался купить как разные размеры, потому что меня об этом просили. Я как-то сделал пост в сообществе и написал, типа, ребят, хотите машинки более крупные? Люди написали, что хотят, и поэтому я взял ещё формат 1х43. Ну и также у нас сегодня будет парочка-троечка машинок 1х60. Это классический формат, наиболее для меня привычный и интересный, потому что я люблю всё же маленькие машинки. Но и такие мне тоже будет интересно посмотреть. Это машины от Автограда. От Автогранда. В чём, короче, тут прикол? С одной стороны, Автогранд делают как бы собственные, крутые, достаточно неплохие модели наших отечественных машин. Те же Жигулей, Волги и прочие, ну сами понимаете. С другой стороны, Автогранд ворует модели Hot Wheels и копирует их, выпуская нелегально. Это плохо. Но то, что делают свои, хорошо. Так что сильно похвалить или поругать я их не могу. Давайте заценим, что они тут наделали, и после этого уже сделаем свои выводы. Вот только где мой нож? Ага. Вот он, мой нож. Жёлтый нож мне поможешь, как бы сказал товарищ Сафронов. Ну давайте начнём с маленьких машинок, потом перейдём к более крупным. Сначала посмотрим парочку УАЗиков. Первый у нас будет УАЗик военный. Понятно, что тут особых требований к катанию этих машинок я, наверное, предъявлять не буду, потому что главное, чтобы они выглядели прилично. Так, ну сразу я могу сказать, что эта машинка действительно выглядит хорошо. В плане детализации тут, наверное, даже докопаться совершенно не до чего. Посмотрите, как много всяких элементов, бороздки, всё-всё проработано. Снизу тоже достаточно хорошо детализировано, и есть даже надпись, что это УАЗ Хантер, УАЗ Охотник. Спереди моё почтение. Фары нарисованы, поворотники и даже что-то наподобие номера. О, даже вот здесь небольшие фрагменты прорисованы краской. Но, слушайте, это действительно сделано очень хорошо. В какой-то мере это даже не уровень Hot Wheels в лучшую сторону, потому что здесь детализация практически вся проработана. Единственный, пожалуй, элемент, на котором здесь не запарились вообще, это заднее колесо. Оно должно было быть немножечко таким рельефным, немножечко, может быть, потёртым или ещё каким-то, но его сделали просто гладким. Хотя, возможно, это просто жёсткое крепление, жёсткий кейс для колеса, тогда простительно. Заглянуть в салон, к сожалению, нормально не получится, но, судя по всему, он проработан тоже хорошо. Я вижу заднее сидение высокие, я вижу переднее сидение и руль. Этого более чем достаточно. Ну, что, давайте катнём её. Ой, как она приятно катится, слушайте. Слушайте, ё-моё, она катится просто офигенно. А у неё чё? Нет, у неё не резина, у неё пластиковые колёса, но катятся они очень хорошо. Всё дело в том, что у неё, у этой машинки, или у него, у этого УАЗика, очень хорошо сидит ось. Ось прям мега качественно сделана, смотрите. У неё колёса почти не ходят влево-вправо, и она не пружинит вверх. За счёт этого машинка катается просто офигенски. Да, да, слушайте, приятно удивлён я. Ну, давайте её покрутим и посмотрим чуточку ближе. Давайте, чтобы не затягивать, посмотрим сразу второй УАЗик. В принципе, по нему комментариев будет значительно меньше, потому что, ну, тащим-то это то же самое, что предыдущее, только немного в другой раскраске. Если ток у нас был военный, то это просто белый. УАЗик вот такой. Да, в плане элементов дизайна, покраски и всё остального здесь абсолютно, абсолютно всё то же самое. А, ну ещё здесь выделили, смотрите-ка, петли и ручки здесь выделили тёмным цветом. Это, кстати, немного добавляет такой антуражности и детализации. Но в остальном ровно та же самая машина. Снизу такая же, спереди и сзади по покраске тоже такая же. Так что подробно о ней, наверное, рассуждать не стоит, просто давайте её сразу крутить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, забыл я ещё её покатать. Ну, катается она, собственно, так же, как и предыдущая, очень хорошо. Ну что ж, давайте теперь глянем что-нибудь из крупных машинок 1х43. В первую очередь я вообще загорелся этой идеей показать машинке 1х43, когда я в руки взял вот эту Волгу ГАЗ-21, потому что уж больно мне её раскраска понравилась. Так. Дисплейчик тут, конечно, моё почтение. В принципе, её в этой коробке можно и хранить. Наверное, для этого и предусмотрено. Так, ну, знаете чё? Машинка лёгкая. Она очень лёгкая, судя по всему, металла в ней маловато. Это нехороший знак. Но, опять же, в плане проработки, конечно, сейчас найдутся коллекционеры в комментариях, которые скажут, типа, машинки фуфло есть гораздо лучше, есть гораздо качественнее детализирование, у них там что-нибудь ещё открывается, у них там самому залезть можно и так далее. Камон, ребят, эта штука стоила 400 рублей всего. Всего 400 рублей. То есть в два раза дороже, чем вот такие машинки, но при этом она, посмотрите, с открывающимися дверями, проработанная, все дела. Мне кажется, за эти деньги это просто огонь. Итак, что же мы здесь получаем? В первую очередь мы получаем уже резиновые. Да, это резиновые колёса. Ничего себе. Вот это... Ой. Только они держатся не очень хорошо, но резиновые колёса. Окей. Проработка тут уже на уровень выше, потому что мы видим и отделочку, и крашеные диски отдельные, но передок это просто нечто. Это просто сказка. Даже логотип Волги они очень хорошо проработали, и его можно рассмотреть, если увеличить. Сзади... Сзади тоже всё очень даже неплохо. Единственное, что меня действительно напрягает, это то, что она очень лёгкая. Кстати, бампер и задний бампер, они не металлические, они полностью пластиковые, просто хромированные. Из функций у нас есть только открывание дверей. Немного грустно, что не сделали подъёмный капот или багажник, но двери можно открыть. Не сильно, кстати. Двери очень сильно ограниченные. По крайней мере, это, конечно, позволит нам заглянуть в салон и увидеть, что там плюс-минус попытались сделать детализацию, но не особо-то качественно. Вот смотрите, руль видно, сидение более-менее сделали. Но ту же самую приборную панель можно сказать, что не делали вообще. То есть можно сказать, что её нет. Как вы поняли, багажник, капот не открываются. Очень-очень грустно. В принципе, могли и двери не делать открывающиеся тогда. Это не так уж важно было. Ну-ка, а что она может предложить, как машинка просто? О-ой-ой, катается она плохо. И проблема тут заключается именно что в резине. Какое-то из колёс сделано не очень ровно, и за счёт этого, за счёт плохой резины, её вот так вот колдебенет, когда она едет. Даже по звуку слышно, что катится она неравномерно. Да, эта машинка явно не для игры. Ну точнее как, играть-то ей как машинкой вы сможете. Повозить её там, изображать из неё машину. Но, как вы понимаете, именно что катать, причём катать её весьма успешно, увы, не получится. Так что она явно не для этого. Но в остальном, за такие деньги это всё равно огонь. Даже тупо то, что фары у неё сделаны из прозрачного пластика, не просто намалёваны, а сделаны из прозрачного пластика, и такие вставочки, это уже заслуживает уважения. Так что, в принципе, машинка на свои деньги норм. Если у вас руки из нужного места, не как у меня, вы её с лёгкостью сможете допилить до нужного состояния, и она станет ещё гораздо лучше. Это что касалось Волги. А да, конечно же мы её покрутим. Куда ж без этого. Снова возвращаемся к 1к60. У нас здесь ещё одна современная тачка. Не только же старьё смотреть, но и что-нибудь надо посовременнее. Это у нас ладокалина полицейская. Сразу вижу страшный косяк. Морду у неё нарисовали криво. Смотрите-ка, надпись ДПС сползает чуть вправо. Или нет? Возможно, из-за наклона букв так кажется, но это выглядит неаккуратно. Лучше бы буквы сделали ненаклонные и разместили их ровно. Так же... В смысле? Подождите. А почему у неё по бокам написано «Милиция»? Так. Это интересный вопрос. Знаете, как нам его решить? Нужно найти то, в каком году выпущена была эта машина. Так. Так-так-так-так-так. По-моему, я нигде здесь года выпуска совершенно не вижу. Да, по-моему, нигде года... 2011 год. Вот тут, конечно, интересно, у нас милиция или полиция в 2011 году ещё была? По-моему, у нас уже была полиция. Ну, окей, это, конечно, странно, но милиция так милиция. Номера, надписи, детализация, в принципе, сделаны хорошо. Задок здесь сделали чуточку ленивее, чем у УАЗика. Посмотрите, как у УАЗика было всё проработано. И как здесь. Просто намалевали красным фары и такие типа, ну, будет нормально. Логотипчик Лада-то можно рассмотреть. Ну-ка. Ну, в принципе, да, вот он виднеется. Сделан он для такого масштаба, для такого размера. Сделан он, я бы сказал, даже очень хорошо. В общем-то, такой передок. Как вы понимаете, ничего у неё не открывается. Мигалки не светятся. И мигалки что-то держатся так себе. Это мне не нравится. Ну-ка, а что она нам... Ой, какая шумная, но катится хорошо. В плане катания она, пожалуй, наверное, сможет посоревноваться даже с некоторыми хот-вилсами. Ну, это же я могу сказать и про УАЗики, которые при этом ещё и едут тише. Но катится хорошо, но заносит вправо её и шумная. Ну, так что 50 на 50. Колёсики сделан... Ну да, смотрите, в чём прикол. Короче, в отличие от тех же самых УАЗиков, здесь колёса уже вон как болтают. Смотрите. Ну что это такое? Вот поэтому она и шумит, потому что колёса держатся так себе. На троечку из пяти машинка, в принципе, в коллекции отечественных машин она пойдёт, но как игрушка и просто в плане качества она не очень. А, да. Чуть не забыл. Её же покрутить надо. Ну и последняя тачка на сегодня. Опять крупные. Это Волга ГАЗ-13. У нас чайка. Это чайка. Офигеть. Люблю старые машины. Я в них нихрена не разбираюсь, но очень люблю. Опять 1 к 43 масштаб. Какая-то на неё тут пыль налипла. И опять же... Ой, мамочки! Ой, мамочки мои! Что с тобой случилось, родная? Смотрите, у неё покрышка слетела. Она нацепится обратно-то. Они же деформируются. Интересно, сколько времени она так в коробке пробыла. Слушайте, по-моему, всё, да? Да, покрышка уже прежней не станет, по-моему. Это грустно. Да, да, дела. Конечно, шины здесь ужас. Просто тихий ужас. Если есть возможность, то сразу же эти шины надо менять. То есть, если есть у вас шины свободные, колёсики там, менять на какие-то другие, чтобы машинка хотя бы себя нормально чувствовала. А с такими шинами это просто, блин, это беда. Ну, окей, давайте оценим пока корпус хотя бы. Вот тут уже, в отличие от чайки, я вижу несколько огрехов весьма серьёзных. Резка металла очень плохая. Смотрите, вот, например, вот эту грань двери. Что это вообще такое? Вот здесь, посмотрите, сколько облоя на заднем стекле получается. Ну, не на заднем стекле, а на вот этой части заднего корпуса. На этой задней части корпуса, господи. При этом вот эта дверь плюс-минус ровная. Конечно, тоже кривоватая, но не такая страшная, как эта. Да, тут уже немножко поленились. Понятно, что в плане покраски и детализации всё равно это сделано очень хорошо. Одна только передняя часть может, в принципе, искупить все проблемы, которые есть у этой машины. Но вот пластиковые пары не вставили, просто покрасили. Мордаху ей покрасили нормально, сделали и поворотники, и логотип Волга, и надпись «Чайка». Вот, смотрите-ка, «Чайка». По бокам таксишные символы, сверху тоже шашечки есть двойные. И сзади тоже налепили логотипчик Волги. Вот такой. А, ещё и надпись «Чайка» тоже вот здесь расположили. Вот. Ну, в принципе-то, ну да, конечно, такое себе. Даже не знаю, как реагировать. Отливка очень плохая, не отливка, а шлифовая. Отливка металла. В плане салона то же самое, что у предыдущей Волги, тут даже обсуждать не стоит. И двери открываются точно так же. Туговато и не очень далеко. Причём, кстати, неправильно двери открываются, потому что открываются они совершенно не так. Они не должны так сильно выезжать наружу. Вот в этом огромный косяк, то, что они используют очень странную систему открывания дверей. Да, они как будто выезжают наружу, то есть, ну, согласитесь, не так должны двери открываться вообще. Это неправильно. Вот. В общем-то, ещё такая вот моделька. Если их сравнить между собой, конечно, я выбрал бы, безусловно, вот эту модель. Она сделана гораздо, просто в разы лучше, как в плане качества, так и в плане проработки. Это, безусловно, прикольное, но прям такие косяки в ней страшные, что я даже не знаю. Давайте, конечно, её покрутим, посмотрим, но я бы не стал рекомендовать именно эту машинку. Либо же присматривайтесь в магазине, выбирайте самую аккуратную, что есть. Субтитры сделал DimaTorzok Взвешивать, я думаю, пока их особого смысла не имеет, потому что, ну, как бы нам не с чем сравнивать. У нас других пока машинах на обзорах не было. Да и особо знать вес у них не стоит. Я и так вам могу сказать, что металлические маленькие машинки весят, в принципе, так же, как Hot Wheels. Плюс-минус те же самые граммы. Что же касается более крупных моделей 1 к 43, я думал, что они будут чуточку тяжелее. Видимо, где-то металла там пожопили, и вот эта машинка вообще какая-то невесомая чувствуется. Когда как эта, ну, чуточку потяжелее. Чувствуется, что вот эти грани у неё заполнены, не пустые внутри, и за счёт этого она и весит нормально, что спереди, что сзади. Но, как видите, криво сделали, поэтому такие проблемы. Теперь самое главное. Если вам интересна тема отечественных автомобилей и моделей 1 к 43, то в комментариях, пожалуйста, об этом напишите и поставьте лайк. Вот в данном случае очень сильно важен ваш фидбэк, чтобы вы дали отклик, что вам это интересно и что стоит это покупать. Потому что такие машинки, они как бы хоть и стоят 400 рублей, но 400 рублей это в то же время три машины Hot Wheels, которые я коллекционирую. Эти мне тоже интересны, но не настолько, как Hot Wheels. И только если вам это будет интересно, я продолжу снимать обзоры и таких автомобилей. Возможно, даже купим что-нибудь подороже, покачественнее и поинтереснее, чтобы можно было сравнить и выяснить, стоит оно своих денег или нет. Но всё зависит только от вас. Что же касается маленьких машинок 1 к 60, я, скорее всего, куплю ещё, потому что мне они лично зашли. Уазики просто уазики. Уазики! Ой, господи, простите меня, это была не ксенофобская шутка, это просто такой мем. На этом давайте заканчивать. Лайк, подписка, комментарий с вас. С меня новые ролики каждый день на этом канале и на широких world по ссылке в описании. Вы смотрели канал Toyster и обзор отечественных моделей к автомобилям в разном формате. Ещё увидимся. Пока!